Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Я совсем одинокая женщина. Как справиться с унынием? Действительно, как сказал Господь в Библии, в книге бытие, нехорошо быть человеку одному. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, что огромное количество людей, которые могли бы создать счастливые семьи, их не создают. И часто очень остаются в одиночестве. В зрелом возрасте, в пожилом возрасте, в старости. И это беда, это боль, это тяжело. Можно обрести в этом радость молитвенного подвижничества. Можно это одиночество превратить в путь тех, кто выбирал его добровольно. Путь, похожий на монашество. Можно. Не всякому это под силу. Поэтому надо попытаться обрести тех, кто станет себе ближним. А вот кто есть ближний мой, вопрос из притчи о Самарянине, милосердном, который лукавый законник задал Христу. Этот вопрос Христос, для того, чтобы не отвечать на него впрямую, потому что как не ответь, а было понятно, как его обвинить. Христа опять, это вопрос задан из лукавства. Он как бы вывернул его наизнанку. Он сказал, вот кому ты хочешь помогать, то ты будешь твоим ближним. Даже если это чужой человек. Поэтому, если вы хотите обрести людей, которые вас полюбят и станут вам близкими, начинайте служить другим. Лучше всего это делать в христианской церковной общине. Если в храме есть община, и вы можете начинать служить другим людям, и у вас есть на это силы, какие-то, может быть, ресурсы, умения и знания, то вы обретете себе тех, кто вас полюбит. Приведу пример, очень простой. В нашем храме практикуется, что женщина, у которой нет родственников, за которым надо ухаживать. Допустим, сын вырос, сам зарабатывает, живет отдельно, и внуков пока нет. Вот она вышла на пенсию, у нее еще есть силы. И она хочет кому-то послужить. Иногда это бывает женщина, которая, допустим, сделала аборт. И совесть ее мучает, нам покаялась в этом грехе, понесла эпитемию. Но все равно с каждым годом она все дальше ужасается тому, что она сотворила когда-то. Если бы сейчас можно было вернуть, она бы ни за что этого не сделала. Покаяние уже произошло. Господь принял это покаяние. Но ее душа жаждет еще как-то послужить. Послужить, чтобы деланием, не только покаянием, а деланием перекрыть хоть что-то, хоть какую-то часть этого греха. И вот она или подобные ей, не сделавшие такого греха, люди идут по благословению священника помогать многодетной семье. То есть туда, где многодетность со всей ее тяжестью люди несут ради того, что они верят в Христа и строят настоящую христианскую семью. Вот она приходит туда раз в неделю, два раза в неделю, там готовит борщ, там чистит картошку на завтра, моет кухню, отправляет маму поспать, укладывает малышей или делает с ними уроки. Тяжелая работа с чужими людьми. Потом проходит какое-то время. Она приходит в храм, как всегда, на воскресную литургию. Приезжает эта семья. И вот эти дети бросаются обнимать ее, целовать, как родную бабушку. Понимаете? Вот она обрела выход из одиночества. Это служение. Найдите, кому служить. Найдите, начните отдавать. И через это Господь даст вам людей, которые станут вам близкими, родными. Вы не будете так одиноки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok